такие потрясающие виды открывается с форта тирокарь с форта тирокарь открывается вид на пляж керима вот прям с керима ходит паром то есть можно доехать на пароме прям погрузитесь с байком и доедете либо ехать кругом а трамболь 14 километров как вам удобно тирокарь форт это старый средневековый португальский форт гуа раньше был португальской колонией то есть в 16 веке было для защиты своих заморских территорий португалия построила таких несколько фортов тирокарь самый хорошо сохранившийся форт но благодаря тому что здесь сделали отель ресторан его еще отреставрировали так что если вы в рамболе в мандрами в кериме живете обязательно рекомендую сюда точно приехать очень красиво даже если вы не будете сидеть в ресторанчике хотя я вам рекомендую но возьмите вот например я взял лимонную воду с соком 120 рупий блюда здесь стоит 400 600 рупий ну допустим на пляже 200 300 рупий но по сравнению с континентальной европы это цены на вообще скажем так очень маленькие за такую красоту за ужин в ресторане или обед в ресторане вот с таким вот красивым видом сам форт тирокарь из его отреставрировали сделали из него отеля и ресторан то есть вы можете прям здесь остановиться старым среднем средневековом форте ссылочку дам ниже и покушать или попить чаю кофе с прекрасным видом сюда можно зайти просто бесплатно погулять посмотреть не обязательно заселяться в отель или жить в ресторане как памятник курт культурного наследия и бесплатный вход и всегда работает это старый средневековый португальский форт сюда очень классно приехать заказать например сок какой-то коктейль либо покушать и посмотреть вот такой прекрасный вид это кстати там пляж керим вы даже не представляете видео не передают как здесь красиво вот такой вот огромные блюда из рыбы стоит 600 рупий 600 рублей ну допустим в рамболе она будет 400 стоит вот такая разница в ценах здесь в тирокарь ну вот мне обед вышел 720 рублей 720 рупий не знаю почему сюда не организуют экскурсию но возьмите например от рамболи если ехать не на пароме на байке 14 километров вот посчитайте сколько стоит такси но это будет меньше 1000 рупий 1000 рублей единственное что если вы сюда едете на байке учитывать что здесь обязательно будет полицейский то есть пограничный пост то берите чтобы у вас были международные права категория надевать шлем вот так вот не ездите если конечно хотите заплатить штраф но вот сразу скажу положить в карман 200-300 рупий что большего с вас не драли и скажите больше нету если у вас вдруг нет там международных прав шлема отдадите и едите спокойно дальше если вам видно внизу рыбаки ловит рыбу так как здесь мелкое течение им это очень удобно а так аренда скутера в рамболе стоит ты где-то в сутки 300-400 рупий но 300 в обычное время пресс не новый год там некие праздники снимите и спокойно даете то же самое в мандраме если вы живете вашими это будет от мандрама допустим шатра более 14 километров от мандра 16 ашин там 20 с лишним комната в этом отеле ну смотря от загруженности стоит от 7000 рублей то есть где-то 90 долларов но может быть и больше если выходной праздник номер в этом отеле стоит я вам скину ссылочку на букинге если что можете забронировать посмотреть таким образом происходит переправа на пароме из киримом до форта тирок или обратно вот сейчас мы как раз туда погрузим наш байк и поедем в кирим а дальше домой в рамболь вот так очень оперативно быстро все погрузились и отплываем здесь нет какого-то расписания паром ходит туда-сюда это происходит все достаточно быстро ну максимум 15 минут вы можете его подождать кому приехать через две минуты уехали как обычные индийцы орут очень рядом переправа занимает буквально три минуты и вы за это время насладиться красивыми видами ну и послушать местную музыку конечно я уже включили индийцы индийцы просто помешаны на громкой музыке и даже на пароме который есть три минуты они умудрились врубить вот такой вот какую-то конструкцию и кайфует паром едет три минуты буквально через три-четыре минуты мы на пляже кирим все пошли купаться посмотрели красивые виды теперь можно искупаться вот так выглядит пляж кирим с высоты птичьего полета кстати такой вид открывается с форта тирокой как вы видите небольшая такая песчаная коса и вокруг нее растут такие хвойные деревья похожие на сосных а вокруг других пляжей пальмы вот эту особенность даже у нас например вот здесь пальмы основная черта кирима это что вокруг пляжа расположены пальма вот такие сосны ну и здесь всегда чуть ветренее волн побольше чем в том же арамболе мандрами в самом конце пляжа кирима расположен море впадает в реку и расположен вот такие огромные валуны отбойников вот здесь как раз море впадает в речку очень мелко многих гуляют прям рыбаки он рыбу ловит и вот там наверху как раз расположен тирок или форт с которой я вам записывал видео белое белое здание большое которое я вам покажу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok